подстаканник в вагоне как это здорово когда мы ехали в поезде нам давали вот такие подстаканники это у меня настоящий оригинальный подстаканник советский самый-самый настоящий так выглядит на нем есть маркировка это клеймо на подстаканнике mnc цена 2 рубля 50 копеек такой знак вот такой у меня подстаканник как он выполнен как он выглядит вот так это самый-самый настоящий советский подстаканник ракета и даже ракета кремлевская башня планета земля ракета две ракеты космических значит это подстаканник уже после того как юрий гагарин в космос полетел это уже после где-то середина наверное 60 может еще уже готовили вещи потому что гагарин в космос полетит я не знаю куда это все было но такой вот у меня подстаканник подстаканник самый настоящий стакан веры мухина которая создала скульптуру рабочий и колхозница ее скульптура и это ее стакан так выглядит граненый стакан серебряная ложка у меня с эмалью это прибалтика по моему это рига рижский завод так выглядит настоящий тот самый подстаканник в том самом поезде в котором мы ехали я собрала маленькую коллекцию у меня вот два таких подстаканника это очень старый этот подстаканник лет на 20 старше чем этот вот этот подстаканник это наверное 50-60-е годы его начали выпускать этот подстаканник наверное 50-40 этот подстаканник очень старый у меня вот он какой охота называется он наверное 40 годов в нем у меня серебряная ложка олимпийская позолоченная этот подстаканник тоже старый я не знаю он не посеребренный он не чистится вот как он есть такой он есть он не чистится почему-то этот очень хорошо чистится сода и фольга и он становится абсолютно вот такой вот серебряный но он посеребренный это мельхиор посеребренный это не серебро это тоже мельхиор посеребренный но очень старый и хорошенько ношеный этот подстаканник здесь у меня серебряная ложка тоже советская очень старая двадцатых годов такие вот у меня есть маленькая коллекция моих подстаканников это подстаканник немножко старше чем тот называется он ягодка выглядит этот подстаканник называется ягодка подстаканник я не думаю что его давали в вагонах в поезде я думаю тот с ракетами давали а этот это был ресторанный подстаканник его наверное давали в ресторанах вот он выглядит и здесь тоже даже а Продолжение следует... Маркировка. Ничего не вижу, но, наверное, камера видит. Вот такая маркировка. Если кто-то знает что-то о годе выпуска, фабрики, которые я выпускала, напишите, пожалуйста, мне. Я про этот подстаканник мало что знаю. Но он часто встречается. Это ягодка. Ягодка-малинка. Это мельхиор позолоченный. Я думаю, что он, наверное, 50-х годов. Если тот с ракетами 60-х, то это 50-х годов. У меня таких два. У меня таких два подстаканника. Могу поменяться с кем-то. Он какой-то другой. Это подстаканник совсем древний. И очень хорошо ношенный. Охота называется. Засолень. Собака. Я не знаю, что это. Деревья какие-то. Немножко расплылось уже все. Две даже собаки. Называется охота этот подстаканник. Так он выглядит. Серебро слезло. Он латунный. Латунный, а серебренный. Так ручка у него выглядит. Такая ручка. И тоже где-то здесь должен быть. Да, вот он. Маркировка. Вот она. Маркировка. Так выглядит. Первый сорт написано. По-моему, цена. Не вижу. По-моему, цена. То уже, если кто-то что-то знает про этот подстаканник, напишите мне, пожалуйста. У кого есть какая-то информация, каких лет этот подстаканник серебро слезло, интересно, можно ли это посеребрять? Ну, жалко. Конечно, это выглядит настолько время на нем. Стамарый такой, что серебрить его преступление. Он должен быть таким уж, как его время оставило. Он не так красивый. Спокойно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Еще один подстаканник в моей коллекции. Так он выглядит. Я не знаю, с чего он сделан. Какой-то сплав наверняка. Потому что он не чистится. Если те подстаканники нужно положить в соду и фольгу, и залить кипятком, и они сразу становятся чистыми, то этот не чистится. Вот какой он. Есть такой вот. Да, написано, что это Мельхиор. Цена 3 рубля 80 копеек. И значок. Такой в ромбике. Мельхиор. Ну, я думаю, что это 70-е годы, потому что 3 рубля 60 копеек, это дороже, чем посеребренный. Посеребренный стоил 2,50. Ну, было это в 60-х. А этот, наверное, уже 70-е годы. Поэтому такой дорогой уже. Дорогой. Но он очень легкий. Он совсем легенький. Красивый. Очень красивый. Алло, он тут, я приготовила. Не нужно, Барбара, мы уже уходим. Подстаканники. А вы когда-нибудь из фильма делаете? Из фильма «Адвокат Ардашев». Первый сезон. Первая серия. Красивый подстаканник. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И ты уезжаешь далеко Как было уютно Многие люди за это платят сейчас Например, австралийцы 8 тысяч долларов стоит тур Из Москвы во Владивосток Водка-тур называется Где они наливают чай в подстаканнике Они едут Две недели, по-моему, этот тур Две недели они едут И водка Не ограничи, насколько хочешь Наливают водку Так, интересно Очень люблю подстаканник Этот подстаканник, наверное, теперь тоже Но этот подстаканник теперь, наверное, тоже каких-то денег стоит Потому что это антиквариат уже Таких уже подстаканников просто так не купишь Но в настоящих фильмах Когда снимают фильмы с кинорежиссера Они обязательно должны обращать внимание на настоящие вещи Такие вещи нужно снимать крупным планом в фильмах И показывать Когда смотришь фильм Пуару Чем этот фильм так привлекает? Потому что там изобилие настоящих антикварных вещей В этом фильме Пуару Расскажу историю Так как мы живем уже 30 лет в Австралии Всякие случаи с нами уже бывали Мы знаем людей, которые часто путешествуют в Россию Вот, например, мы были в командировке в Америке 4 года В Диси И с нами тоже были австралийцы Которые тоже самое были в командировке в Диси Кто-то раньше нас, кто-то позже нас Например, нам в командировку, когда мы летим На длительную такую командировку Нам оплачивают билеты на самолет туда и обратно Из этой командировки Ну, как обычно в командировку люди едут Обязательно нужно бизнес-класс Потому что это непрестижно для австралийцев Прилететь в командировку на экономическом классе Бизнес-класс из Австралии, допустим В Диси, в Вашингтон Будет стоить около 9 тысяч 8, 9, смотрю на квантас Да, такая Долларов австралийских 8-10 тысяч австралийских долларов В зависимости от курса В зависимости от времени и все такое На человека Но когда мы летим назад, после командировки Чтобы не так было обидно возвращаться домой Из насиженных мест, к которым ты привык Нам дают возможность путешествовать То есть, если ты хочешь лететь в Австралию за 8 тысяч Покупай билет в бизнес и лети за 8 тысяч А если ты хочешь попутешествовать И не покупать бизнес-класс Пожалуйста Это только назад, когда ты едешь Можно покупать полеты Экономическим классом и короткие Не Вашингтон, там Мельбурн А допустим, как мы летели Вашингтон Вашингтон, Мадрид Потом Мадрид, Тенериф Тенериф, Пальма-де-Майорка Пальма-де-Майорка, Париж Париж, Милан Милан, Египет Египет, Дюбай Дюбай, Гонконг Гонконг, Япония Токио, Токио, Мельбурн Вот так вот И эти все полеты на экономическом классе Короткие Они будут стоить меньше Чем один бизнес-класс Таким образом люди путешествуют Но австралийцы раскопали Такой способ Чтобы взять водка-тур Это называется водка-тур Транссибириан Называется Транссибирский экспресс Везет людей из Москвы во Владивосток Я не знаю Люди, которые не в восторге От России Которые совершенно не замечены были В любви к России Вдруг мы узнали Что они Полетели в Москву Из Вашингтона И сели в этот поезд И поехали во Владивосток А потом из Владивостока Мы с ними разговаривали Они были в восторге Они говорят, что такого опыта В поезде Две недели они ехали в поезде Из Москвы во Владивосток В поезде С этими подстаканниками С этим чаем и водка Туда входит unlimited То есть Не лимитирована Водка Водку наливают Кому хочешь Всем Сколько хочешь Нет лимит Водки Ну конечно Никто с ума не сходит Из-за этого Но это приятно Это приятно Людям Что они могут Всегда выпить водочки И под стук колес Смотреть на Вот то Что происходит Outside Что происходит За окошком Это так интересно Смотреть на 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...